Ушли тираны, которые желали стереть с лица земли ислам, они ушли, а ислам остался. Уходят даже самые изобретательные врачи, биологи, которые пытаются найти эликсир вечной молодости или же какие-то лекарства. Но рано или поздно они также уходят ко Всевышнему Аллаху. Быть может, дорогие мусульмане, уже давно готова та ткань, в которую нас с вами обернут. Быть может, уже есть то место, которое предназначено для нас на каком-то кладбище. Он в один из дней отправился в банкомат снять деньги, снять стипендию, которая ему пришла. И он пошел через дорогу, и когда он пошел, хотел возвращаться, и его по пути сбила машина. Большой джип. Он шел, он планировал, но срок Всевышнего Аллаха настиг его. Когда мне вечером позвонили и сказали, такой-то, такой-то, он скончался. А вчера мы с ним сидели, вчера мы с ним ели, пили, гуляли, смеялись, а сегодня его уже нет. Сегодня он уже в холодном морге, его родственникам звонит и так далее. Эта жизнь уже уходит, а следующая жизнь вот-вот наступает. Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение его пророку и посланнику Мухаммаду. Я свидетельствую, что никто не достоин поклонения, кроме единого Аллаха. Я свидетельствую, что Мухаммад и его рабы посланник. Оте, которые веровали, бойтесь Аллаха должным образом и не умирайте не иначе, как будучи мусульманами. Я, Эйюханнасу, атакуу Раббаку, а waslamakum minnafsi wahida, wokolako min hazaudjahha, wabatza minhuma rijana kad הhiraun goneesaa, «О люди, бойтесь вашего Господа, который создал вас из единой души, а затем создал для этой души пару из нее же самой. Бойтесь Аллаха». И Аллах затем распространил по земле множество мужчин и женщин. Бойтесь Аллаха, именем которого вы спрашиваете права друг друга, и бойтесь прерывать родственные связи. Поистине, Аллах наблюдает за вами. «О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и говорите правдивое слово. Если вы будете поступать таким образом, то Аллах исправит для вас ваши деяния и простит вам ваши грехи. Тот же, кто повиновался Аллаху, его посланнику, уже обрел великий успех». А затем, дорогие мусульмане, уважаемые единоверцы, то, в чем нет никакого сомнения, среди всех людей, будь то верующие или неверующие, мусульмане или немусульмане, взрослые или же старые – это факт смерти, это факт окончания мирской жизни каждого, кто здесь сейчас в ней живет. Все те, кто жили до нас, те, кто живут сейчас, и те, кто будут жить после нас, всех их обязательно настигнет одно единственное – то, в чем никто не сомневается, и это смерть. Мы все знаем, что мирская жизнь, она временна. 40, 50, 60 лет, да хоть 100 лет, все равно эта жизнь закончится. Аллах в Куране говорит о том, что мы не сделали и не даровали никакому человеку в этой жизни вечность. Нет ни одного человека, кто бы жил вечно на этой земле. Даже сам посланник Аллаха, ему не было даровано такого, чтобы он жил вечно. Вечно живой только Всевышний Аллах. Аллах говорит в Куране, «Куллюмен алейха фан, ва ябака ваджгу роббика, зуль джалали валикрам». Все, что на земле умрет, все мы с вами умрем, и останется лишь лик Господа, обладающий щедростью и величием. Каждый в этой жизни путник. Почему путник? Потому что путник – это человек, который не задерживается долго в том месте, куда он отправился. Это человек, который взял с собой минимум, ушел в какую-то местность на минимум времени и вернется к своему изначальному пункту, из которого он вышел, рано или поздно. Так же и мы с вами, дорогие мусульмане, рано или поздно покинем эту жизнь с минимальным количеством припасов, которые мы успели припасти. И это наши праведные деяния, и это наша вера. Аллах в Куране говорит, трижды повторяет, «Куллю нафсин дэ икатул маут» «Каждая душа, каждая живая душа вкусит смерть. Никто от смерти не отвертится, никто не сможет от нее убежать». Также Аллах говорит, «Куль инналь маутал ладзи таферруна минху фа иннахуму лахикум» «Скажи смерть, от которой вы пытаетесь убежать, она обязательно вас настигнет». Также Аллах говорит, «Эйна матакуну юдриккумуль мауту валяу кунтум фи бурджим мушайяда» «Где бы вы ни были, вас настигнет смерть, даже если вы будете в высоких башнях». Каждый будет возвращен ко Всевышнему Аллаху. Аллах говорит, «Изда джааа а'аджалюхум фа ла яста ахируна са'атау ва ла яста агдимун» «Когда придет их срок, то они не смогут даже на мгновение не отсрочить, не ускорить этот срок». Дорогие мусульмане, это божественный закон. Суннату Аллахи фи лхалк «То, что тот, кто родился, он рано или поздно умрет». Целые народы, целые цивилизации, развитые и отсталые, жили до нас, и где они сейчас. Народы и цивилизации, живущие сейчас, которые хвалятся друг перед другом своей силой, собирают оружие и так далее, рано или поздно они уйдут, и те, кто будут после них, та же самая участь их постигнет. Уходили и хорошие, и плохие, и праведники, и грешники, и верующие, и неверующие. Все уходят ко Всевышнему Аллаху. Аллах говорит в Коране «Инна л-абрара ла фи наим, ва инна л-фуджара ла фи джахим». Поистине, праведники будут находиться, пребудут в блаженстве, а грешники будут в аду. Ушел Немруд, царь, который наказывал и сжигал в огне тех людей, которые говорили, что нет достойного поклонения никого, кроме Аллаха. Ушел фараон, который называл сам себя Богом, и в итоге сам встретился со Всевышним Аллахом. Ушел Корун, который обольстился своим богатством, и думал, что он сделает его вечным. Ушел Хасрой и его последователи, которые славились своей властью на земле. Ушел Абу Джагль и Абу Лагаб, которые пытались затушить свет Аллаха своими деяниями, своими устами, но не смогли этого сделать. Ушли тираны, которые желали стереть с лица земли ислам. Они ушли, а ислам остался. Уходят даже самые изобретательные врачи, биологи, которые пытаются найти эликсир вечной молодости или же какие-то лекарства. Но рано или поздно они также уходят ко Всевышнему Аллаху. Разве они не переместились из своих чудесных замков в обычные земляные жилища, в обычные могилы? Разве они не стали питанием или же пищей для червей, которые их съели? Так же и мы с вами, дорогие братья, пусть каждый посмотрит на себя, на свои дела, на то, что он приготовил для встречи со Всевышним Аллахом, потому что их место рано или поздно займем мы с вами. Обратите внимание, что спасло человека от пагубной участи после смерти? Разве его имущество? Разве его дети? Разве его дворцы? Разве его власть? Либо же это праведные деяния, которые он сделал ради Аллаха? Придет и наше время, дорогие мусульмане, вне всякого сомнения. В одном хадисе Аллах обращается к пророку салу салям со словами «Живи в этой жизни так, живи сколько хочешь, ибо поистине ты умрешь, и люби кого хочешь, ибо поистине рано или поздно ты с ним расстанешься». Так же посланник Аллаха салу салям нас учил «Живи в этой жизни так, будто бы ты странник или путник». Так же пророк салу салям нас учил «Дожив до вечера, не рассчитывай встретить утро, а дожив до утра, не рассчитывай увидеть закат». Быть может, дорогие мусульмане, уже давно готова та ткань, в которую нас с вами обернут. Быть может, уже есть то место, которое предназначено для нас на каком-то кладбище. Чаще поминайте смерть, разрушительницу всех наслаждений, как учил нас посланник Аллаха. салавату allahi wasalamu alihi акулу hadha al qawla wasta gfirullahi li walakum walisari al muslimin wal muslimat min kulli thembin wa khatiya alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'da, amma ba'd ауaf quran я сказал iqtarabal in nasi hesabuhum wawum fii huflatin mu'ridun приблизился rashot людей но они но они к этому беспечны и они отворачиваются также аллах сказал сказал в куране воде от секрет ульма у тебя за ли к макунта мингу тахид и пришло опьянение смерти это именно то от чего ты так бежал когда мы едем с вами в путешествие то готовимся заранее бронируем билеты собираем минимум одежды готовимся деньгами планируем кто нас повезет в аэропорт либо же на вокзал и планируем возвращение с этого путешествия точно таким же путешествия является наша мирская жизнь мы должны брать из нее то что нам нужно и оставлять то что нам не нужно для нашего вечного путешествия в котором нам принесут пользу только наши дела наша вера нашей ман но никак не наше имущество которое останется нашим наследником аллах куране говорит вот и за воду фаинна хай раззади такого и собираетесь припасы то есть собирайте припасы и самыми лучшими припасами является богобоязненность это аллах говорит нам с вами также аллах куране сказал инна лил мутта кина мафаза что означает воистину богобоязненных ожидает место спасения пусть же никто из нас не отчаивается и не боится смерти а постарается подумать о том что после нее что после нее нас ожидает с вами самое лучшее большое наслаждение которую в этой жизни мы не можем никак постичь это возможность взглянуть на лик всевышнего аллаха и такая возможность будет у верующих в судный день и в раю без того что мы умрем с вами невозможно постичь это наслаждение она нас не постигнет пока мы не переступим эту черту поэтому до смерть она неприятна душе до человек хочет жить до аллах нас создал для того чтобы мы жили поклонялись ему но мы должны мыслить дальше то что будет после этой жизни и не отчаиваться в том что и мы и наши дети и наши семьи и наше окружение рано или поздно умрет но мы должны смотреть что после этого постараться их воспитать так чтобы они встретились с аллахом и аллах дал им возможность взглянуть на свой лик поэтому это не конец несмотря на то что он будет у всех из нас но смерть это не конец а лишь начало большого долгого вечного пути и разница будет только в двух вещах первая вещь это благочестивые мусульмане единобожники они будут в раю а неверующие окажутся в аду только два исхода возможны в этом вечном путешествие и хотел бы завершить небольшой историей когда аллах даровал обучаться в медине с нами учился один студент такой же брат такого же возраста как и мы и он в один из дней отправился банкомат снять деньги снять стипендию которая ему пришла основную стипендию он снял уже заранее но у него остались какие-то гроши копейки и он пошел через дорогу для того чтобы в банкомате снять эту мелочь и когда он пошел снял эту мелочь хотел возвращаться и его по пути сбила машина большой джип смотрите как заканчивается жизнь человека он шел он планировал он пошел за какой-то мелочью но срок всевышнего аллаха настиг его когда мне вечером позвонили и сказали такой то такой то он скончался а вчера мы с ним сидели вчера мы с ним ели пили гуляли смеялись а сегодня его уже нет сегодня он уже в холодном морге его родственникам звонит и так и так далее пусть каждый из нас помнит что то что коснулось других рано или поздно коснется и вас и нас с вами и готовится к встрече со всевышним аллахом укрепляя свой иман укрепляя свою религию и отдаляясь от многобожия и нововведений алида будет довольным аллах сказал эта жизнь уже уходит а следующая жизнь вот-вот наступает поэтому будьте сыновьями следующей жизни и не будьте сыновьями жизни мирской ибо поистине сегодня есть возможность сделать дела и за них нет расчета но завтра такой возможности не будет дел не будет но расчет будет и также а богу райра рады аллаху ангу проходя однажды мимо похоронных процессе и сказал ступай и мы идем вслед за тобой я прошу всевышнего аллаха укрепить наш иман укрепить наш ислам и чтобы он даровал нам умереть со словами ля и ля и ля и чтобы даровал нам добрые дела перед самой смертью ибо поистине человек завершить свою жизнь так как он ее жил пусть никто из нас не обольщается тем что он сейчас не молится не постится ничего не делает и думает что под конец жизни он сможет это сделать нет скорее всего человек умрет на том на чем он сейчас потому что дела оцениваться по последним поступкам и когда наступит наш конец мы не знаем